Добрый день, уважаемые зрители! Вы знаете, для демонов, для чертей всегда найдется искушение, которое застит им взор, после которого они не способны думать. Вспомните хотя бы черта из «Вечеров на хуторе Блездиканьки» Николая Васильевича Гоголя. Впрочем, об этом в конце нашего сюжета, а пока несколько слов про Михалкова. Наша передача о том, что выпуск Бесогон ТВ «В чьем кармане государство» сняли с эфира ВГТРК, попала в десятку. Это доказали наши подписчики, хейтеры, комментаторы, за что, конечно же, мы им благодарны. Остается добавить, что ближайший выпуск Бесогон ТВ не выйдет на ВГТРК. Об этом сообщил сам Никита Сергеевич Михалков. Он не назвал причин, почему на телевидении не будет Бесогон ТВ, но все-таки анонсировал выпуск, который будет размещен на его YouTube-канале и станет доступным 22 мая. Добро пожаловать в наши ряды, Никита Сергеевич. Ну а теперь немного про чертей, прости господи. Украинский журналист Дмитрий Гордон с пафосом разместил на своем канале два интервью. Одно с депутатом Государственной Думы России Натальей Поклонской, бывшим прокурором Крыма, а другое с бывшим министром обороны непризнанных республик ДНР и ЛНР Игорем Стрелковым Гиркиным. Позже Гордон признался, что делал эти интервью, внимание, в содружестве со спецслужбами Украины. И теперь эти интервью будут подшиты к делу, которое расследуется спецслужбами Украины и которое будет рассматриваться в Международном суде, в Гаге. Это заявление журналист Гордон сделал после угрожающих акций националистов возле его офиса. Возможно, испугался, поэтому это было сделано в таком срочном порядке. Он даже время назвал этого своего заявления. Получилось, мягко говоря, некрасиво. Вроде бы и сказал Гордон, что делал эти интервью специально в содружестве со спецслужбами Украины. Но при этом зачем-то опустил националистов, назвав их необразованными. Да еще и пригрозил им, если они не сотрут надписи возле его офиса. Понятное дело, что им такое извинение от Гордона не понравится. И в любом случае журналисту еще вспомнят Поклонскую и Стрелкова. Но это, знаете, это дело джовтно-блокитных. В связи с этой историей я хочу отметить четыре момента. Во-первых, журналист Гордон говорит, повторюсь, что делал эти интервью в содружестве со спецслужбами Украины. Ну, то есть, иными словами, журналист Гордон говорит, что он секретный сотрудник этих самых спецслужб. Раньше таких людей называли сексот. Очень сильное заявление. Во-вторых, давайте вспомним героев интервью, героев передач Гордона. Это Киржаков, генерал, который охранял Ельцина, Милявская, Ширвиндт, Зеленский, кстати, Михалков, кстати, Собчак, Познер, Ходорковский, Иларионов, Родинский, Чичваркин, Тимошенко, Парфенов. Вот эти интервью, после срочного заявления Гордона, эти интервью делались тоже в сотрудничестве со спецслужбами. В-третьих, перед интервью с Поклонской Гордон обещает не обзывать ее, вести себя корректно, а в срочном заявлении называет ее террористкой. Странно. То есть, забыв про объективность журналистики, Гордон вешает на себя мантию, мантию, облачается в мантию судьи и выносит такой приговор. Это какой-то, знаете... Ну, то есть, Гордон сказал, Гордон забрал свои слова обратно. Это не мужской поступок, это поступок гиены. И, наконец, четвертое. После признания Гордона, что он сексот, он становится токсичным на самом деле. И очень интересно, кто будет следующим героем его передачи. Небольшая реплика по интервью Гордона и Стрелкова. Само интервью вызвало ожидаемый негатив среди националистов и вообще на Украине. В своих словах Стрелков не согласился, понятное дело, с официальной версией украинских властей о событиях на Донбассе. При этом бывший министр обороны непризнанных республик не идеализирует нынешние власти ДНР и ЛНР в плане какого-то светлого будущего для этих республик. Гордон, слушая, как говорит Стрелков, улыбался. Здесь я хочу зачитать цитату из Стрелкова. Выступление Гордона, он сейчас говорит о срочном выступлении Гордона. Лишнее подтверждение моему тезису о том, что Украина и РФ были, есть и останутся осиротевшими детьми, разорванной на части матушки России. Все у нас совершенно одинаково. И киевские укропропагандоны столь же наногениальны, как их россиянские коллеги. Разве что еще более хвастливы и неизбывно провинциальны. Я немного продолжу эту мысль. Давайте зададимся вопросом, а чем отличается украинский пропагандист Гордон от нашего пропагандиста Соловьева? Тем, что журналист Гордон смог открыто признаться, вернее, открыто признался, что он сексот спецслужб Украины. Наш Соловьев такого заявления не делал. По крайней мере, пока еще. А теперь обещанное в самом начале про черта. И здесь еще одна цитата уже из классика, из вечеров на хуторе близ диканьки Гоголя. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал в акула черта в аду до такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивалось у них на руках дитё, подносили его к картине и говорили, он бач, яко-како намалеванно. И дитя, удерживая слезенки, косилась на картину и жалась груди своей матери. Гордона черта уже намалевали на исторической стене. И теперь даже свои украинские, пусть националисты, плюют в его сторону, когда проходят мимо его образа, мимо его офиса. И я сомневаюсь, что найдется какой-то вакула, который сотрет, уберет этот образ с этой самой исторической стены. Почему? Да потому, что Гордон нарисовался так, что прости, господи, что не сотрешь. Но на этом, пожалуй, все. Хейтерам приготовиться. Хамам напомню, что вы остаетесь на перроне. Наш поезд едет дальше без вас. Всем остальным попутчикам будьте здоровы, подписывайтесь на записки горожанина. До встречи в вагоне-ресторане нашего поезда. Всего хорошего. Редактор субтитров Корректор А.Егорова